Отсутствие воды, газа, электричества и даже дорог – таковы условия жизни в микрорайоне Белое. В Симферополе не один год люди били тревогу, однако в украинском Крыму их просьба помощи никто не замечал. Сейчас же, когда власть решает проблемы крымчан в неотложном порядке, у жителей микрорайона вновь появилась надежда. 20 лет бытовой катастрофы. Именно так свою жизнь в микрорайоне Белое характеризуют местные жители. Отсутствие коммуникации и дорог – реальность, в которой им приходится ежедневно выживать. Последняя надежда на республиканскую власть. Нету газа, нету воды во многих участках, нету света, нету дорог. Здесь уже родились новые поколения наших детей, здесь играются свадьбы. Чтобы убедиться в том, что здесь не хватает элементарных условий для жизни, на место выехала делегация во главе зампредом крымского правительства. Наша сегодня задача – это определить спектр накопившихся проблем в части неотложных мероприятий, которые нужно реализовать в кратчайшие сроки. Потому что люди в зимнее время остаются как на острове, не имея никаких возможностей для нормального сообщения с городом. Объём проблем не позволяет возложить их решения на одни плечи. Чтобы исправить ситуацию, помочь людям, все ветви власти будут работать в единой связке. Данные вопросы частично будут разрешаться городским советом, большей частью, конечно же, государственным комитетом по делу национальности. Будут отработаны все эти вопросы подняты. Я думаю, что то, что касается вопросов города, после проведения коммуникации мы все эти вопросы сможем реализовать. Затягивать с этим не собирается. Уже 24 ноября будут озвучены первые результаты работы комиссии. По итогам подсчитают финансовую составляющую вопроса и после этого приступят к конкретным действиям. Ольга Савенко, Время новостей.